Открытые соревнования Краснодарского края по фигурному катанию собрали юных спортсменов со всей России. Взрослым же фигуристам в дни проведения инвестфорума предоставится возможность поучаствовать в первом Кубке Кубани. Это, во-первых, возможность проявить себя, во-вторых, это получить спортивные разряды. Значит, у нас соревнования Кубок Края, даже получение кандидатов в мастеров спорта и возможных мастеров спорта. То есть это очень высокий уровень соревнований. Мы традиционно проводим шесть открытых первенств Края. Хотим, чтобы как можно больше соревнований проводилось в Сочи, так как остались очень хорошие базы, как олимпийское наследие. Здесь созданы все условия. Возможность делать первые профессиональные шаги на льду предоставилась и сочинским фигуристам. Олимпийская столица на соревнованиях представлена двумя командами. Фигурному катанию в Сочи всего лишь два года, но местные спортсмены соперникам не уступают. Ребят тренируют мастера спорта, в числе которых и Наталья Пилосян. Она, помимо всего прочего, преподает на кафедре адаптивной физкультуры Сочинского госуниверситета. По сути дела, ни в одном городе России не имеется столько шикарных катков, которые соответствуют современным требованиям. Поэтому мы всех приглашаем. Наши детки участвуют уже на первенстве Краснодарского края, занимают призовые места. Мы надеемся, что мы выбьемся и будем в России не последние места занимать. Кубки и медали в эти дни получат и участники сочинских корпоративных игр, которые также пройдут в рамках инвестиционного форума «Сочи-2016». В 11 видах спорта будут задействованы 500 сотрудников государственных и коммерческих структур Краснодарского края. Организаторы считают, подобная спортивная программа станет важным социальным проектом и послужит популяризацией спорта, в том числе среди работающего населения. Инга Гапиши, Адемид Даниловский, телекомпания ФКТ.